Всем привет, продолжаем обзор наших серий ECS-X. Если не посмотрели, посмотрите, есть отдельное видео, где я рассказываю, что же такое общая концепция ECS-X. Здесь мы разберем конкретно модель агрессор, который сделан в принципе у нас для твичинга. Что такое агрессор? Это 6 моделей, 3 из них в длине 6 футов 8 дюймов, то есть 2.03, с тестами 4.18, 7.23 и 10.28. И 3 из них в длине 7 футов 3 дюйма, то есть это 2.21, с тестами 7.23, 10.28 и 12.35. Агрессор. В принципе, честно говоря, это моя, на мой взгляд, довольно удачная попытка сделать более бюджетный скальт. То есть у нас есть топовый скальт под твич, который очень популярен. На самом деле даже я не думал, что будет настолько популярным. Здесь же именно попытка сделать что-то похожее. Понятно, что сто процентов личности достичь невозможно. Корейские припрыгать здесь и японские там, как бы, это такие две большие разницы. Вот. Но в целом, в целом, это не динамик 3. То есть если в динамике 3 мы делали пославление, там я сделал смягченную немножко вершинку, чтобы палка сама доводила, здесь этого нет. То есть вся серия Агрессор сделана для тех людей, которые знают, что такое твич, понимают, как им ловить, ну и как бы используют все возможности правильной твичниковой палкой, чтобы сделать правильную проводку губля. Коротко, помель, как и во всех СС-Х из X-образного припрыга. Вершина из обычного припрыга. Кольца Fuji Alconite. Катушка-держатель не Fuji. Вот. Я нашел очень интересное, надежное и классное держак. Который, в принципе, держит практически все катушки. Прям специально проверял. Вот. При этом он вот настолько удобен для руки. Может держать как угодно, под каким угодно углом. В твиче это намного важнее, чем в джигич или в лете. Рукоятки, естественно, все короткие. Вот. Немножко из-за этого спидник чуть клевет вперед. Тут от этого никуда не уйти. Но по сравнению с тем же динамиком, это про земля-небо. То есть вот на данный момент, наверное, это одна из самых сбалансированных твичинговых серий у Nord Stream. Да и, собственно говоря, не только. Попробуйте найти мощные палки. Тесты, которые я называл. Тесты это по воблерам. Это не по забрасываемому весу. Забрасываемый вес можно смело так умножить раз в полтора, как минимум. А то и на некоторых моделях в два. У нас задача у любой твичинговой палки. Это продернуть воблер. Соответственно, вот воблера в этом весовом диапазоне практически все, наверное, за исключением с огромнейшими лопатами, да, все уверенно продергиваются на верхах. А на низах они не выдирают приманку, потому что эта проблема тоже имеет место быть. В принципе, можно же теоретически отличить спиннингом, там, с тестом до 25 грамм, там, условно говоря, трехграммов воблер. Можно, но малейший ваш рывок просто будет выдирать приманку либо из воды, либо слишком резко ее стартовать. И нормальная рыбалка просто, в принципе, не получится. Вот. Здесь же этого нет. Здесь все четко. А пробировано ни на одной, ни на двух, ни на трех рыбалках. На разных рыбах. И по размеру, и по виду. То есть судаки тоже были. И окуни зачетные. Как и все ECSX рыбу эти спиннинги держат, невзря на то, что они достаточно жесткие и злые. Вот. Здесь характерен строй, естественно, это регуляр. Для твича правильный строй это регуляр. В худшем случае, скажем так, это что-то среднее между регуляром и регуляром фастом. Вот здесь оно все есть как раз. Что еще? А, в принципе, по большому счету все. То есть четкая возможность работы в максимально широком диапазоне весов. Вот самая главная фишка вот этого агрессора. Вот. Я гарантирую, что это будет очень популярная модель, потому что такого строя, такой жесткости, вот соотношения этих вот вещей, в принципе, на рынке практически нет. Наверное, первая ласточка, надеюсь, не последняя. Будем работать дальше. Ну, а вам всем хвастом чешуи. Надеюсь, увидимся на водоеме. И заходите на наш канал. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok